Инициатива, которая пришла из областного правительства, вызвала у артёмовских депутатов нешуточные дебаты, перешедшие в неприличную бытовую перебранку соседей в коммунальной квартире. Наблюдать это было интересно, но не очень приятно. Мы прописаны выборы президента. Законам это ничем не нарушает, а доставляем старой редакции. Вы говорите за себя, а не за всех. Я хочу открытого голосования, открытой политики. Вы страшны, коллеги. Даже вот сейчас мы сидим, когда спол был, Анна Геннадьевна подошла к Алексею Павловичу и стоит пальцем тыкает ему вот это, вот это. Ну все же такие-то, ну хватит играть в эти игры. Они уже достали его серьезно. О чем же спорили местные народные избранники? Тема простая. Гласные выборы главы муниципалитета. Вместо привычных тайных, где в дальнейшем каждый может лукаво утверждать, поддерживал ли он кандидатуру, или наоборот, представлять из себя протестного депутата, который насмерть отстаивает интересы населения. При тайном голосовании вы проголосовали против главы. Ну подожди, я дай пример приведу. А когда глава пришел к этому человеку, к власти, вы подходите и говорите, ну это ж я к вас в власти привела, это ж я помогаю. Я знаю такого, кстати. Я тоже знаю такой пример. Понимаете, вот это все. Здесь просят открыто. В связи с коррупционной составляющей, в связи с этим все. Между тем, в Восточном округе наш муниципалитет единственный, который не принял подобную схему голосования, чему в более высоких органах власти далеко не рады. У нас по Восточному округу остались без принятия решения только мы. Но здесь мы сами немножко оттягивали это все. Вопрос нам тоже было как-то непонятно. Это все. Сегодня мы выходим с этим вопросом вновь. Поэтому прошлое голосование там у нас комиссия была неполная. Значит, это все. И, коллеги, если мы голосуем против, то спрашивают, как бы, ну, объяснение, причины, значит, это все. Насколько позиция местных депутатов повлияет на участие региональных и федеральных властей в выделении средств, поддержке местных инициатив и включения нашего муниципалитета в национальные программы. Будем наблюдать за развитием событий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!